Продолжение следует... Что они откроют, никто не знает, потому что сначала закрывали на несколько месяцев, сейчас продлили это закрытие до конца года. Возможно, продлят еще. Посмотрим. На данный вариант они временно прикрыли рабочие визы. Какие варианты, точнее, визы остались сейчас для поездки в целях иммиграции в США? Конечно же, остались инвестиционные визы. С инвестиционными визами на сегодняшний день вы должны инвестировать в экономику США более 900 тысяч долларов чистыми деньгами. То есть они должны быть на вашем банковском аккаунте, вы должны объяснить, где вы взяли или как вы их заработали. Как мы знаем, этот вариант маловариантен для большинства из нас, так что будем рассматривать другие варианты. Второй вариант более долгий, но верный. И это студенческие визы. Как ни странно, их не отменили, что радует. Каким образом можно легализоваться со студенческой визой, так как она никогда не являлась и не является иммиграционной? Ну, как раз сейчас мы и поговорим об этом, как это сделать, то есть шаг за шагом. Если вы всегда хотели приехать на работу или иммигрировать в США, то есть это один из последних шансов, которые осталось. Приехать сюда как студент и дальше легализовываться, так как можно сказать, не пропустите последний вагон этого поезда. На данный момент вы можете, как вариант, приехать в США как студент по визе F1. Если вы еще не решили, куда могли бы или хотели бы поступить, в какой вуз это не проблема, приезжайте в языковую школу. Языковая школа даст вам время, чтобы вы, так сказать, американизировались, акклиматизировались и поняли конкретно, куда вы хотите дальше поступать, то есть какой вуз вы хотите выбрать. Конечно же, вам необходимо сдать экзамен по английскому, он называется TOEFL. TOEFL и IELTS это примерно одно и то же, они там сильно не отличаются, два экзамена. Единственное, что здесь в США экзамен называется TOEFL, и практически все вузы принимают TOEFL. Там за редким исключением можно прийти с IELTS, но в основном это TOEFL. В принципе, ну, как я уже сказала, они друг от друга сильно не отличаются. От вашего SCORE на TOEFL будет зависеть, если вуз вас примет. В каждом вузе есть свой минимальный балл, то есть SCORE, с которым они принимают студентов. Окей, давайте подытожим. Вы поступили в языковую школу, положительно прошли собеседование с консулом, вам дали студенческую визу, вы приехали в США, начали учиться. Подтянули английский, сдали TOEFL, поступили в ВУЗ США. Это может быть как бакалавр, магистратура, докторантура, или то есть любые, там не имеет значения, то есть вы просто продолжаете учиться. Ко второму году вы имеете право апплиться, подать на программу OPT Program. Эта программа является, как бы, дает вам право на работу, то есть вам выдадут право на работу, разрешение на работу, с которой вы можете устроиться в какую-то компанию, фирму, где вы можете пройти, можно сказать, практику по той профессии, на которой вы сейчас учитесь. Разные профессии дают вам разный срок, то есть по каким-то профессиям вам право на работу дастся на год, по каким-то это два года, это в зависимости от профессии, как я сказала. То есть если США заинтересованы в вашей профессии, то есть с вашей профессией вы можете принести какие-то положительные результаты в экономику США, то вам дается два года. То есть, например, айтишники, у них два года будет. Там есть определенные, так сказать, ученые степени, когда это можно сделать, которые дают двугодичное разрешение на работу. Что делают обычные студенты здесь? Получая это право на работу, они ищут какой-либо, то есть вы после окончания или на каких-то каникулах можете работать с этим правом на работу. Люди начинают искать компанию, которая могла бы их трудоустроить, и которая в конце концов может дать им job offer, то есть может их спонсировать, спонсировать не в качестве, что вам дали денег, спонсировать как работодатель. С этим labor certificate можно уже будет потом апплиться на рабочую визу, которая даст вам право на green card. Ну, например, EB3, как пример. Там у каждой рабочей визы свои особенности, но я сейчас их не буду разбирать, возможно, мы сделаем это отдельно. Как студент на втором курсе подаете на опытный программ, находите компанию, которая могла бы вам помочь, в которой вы могли проходить практику по профессии, на которой вы учитесь. Если, естественно, многие сначала спрашивают, если они могли бы потом в конце концов дать им этот job offer. Если вы хорошая relationship, выстраиваете с компанией, я не думаю, что какие-то будут проблемы вам выдать этот job offer. В конце концов, то есть вы приходите с этим job offer к рабочей визе и green card. Если, например, визы рабочие закрыты, каким образом можно здесь поменять работу на рабочую визу? Можно поменять здесь статус на рабочую визу, хоть рабочие визы и закрыты. То есть если вы будете оплаиваться на рабочие визы со своей страны, для вас они закрыты. Если вы уже здесь находитесь, находитесь в США, то есть, ну, например, по студенческой визе, не проблема поменять статус. То есть если вы находитесь в США, вы можете от студенческой визы перейти на рабочую, которая даст вам green card. То есть таким образом вы сможете легализоваться. На данный момент это вот одни из таких самых вариантов виз, которые остались легализацией в США. Единственное, что вам надо помнить, что рабочие визы делаются не очень быстро. То есть вам нужно поддерживать этот легальный статус здесь. Они до этого не очень быстро делались. Сейчас наверняка я просто на 100% уверена, что они будут еще дольше делаться. Так что каждый шаг нужно планировать заранее, чтобы не упустить момент, так как вы должны находиться всегда в легальном статусе, чтобы поменять свой статус, чтобы прийти к green card. Как я сказала, это не простой, в смысле, что он долгий вариант. Но на сегодняшний момент самое актуальное – получение рабочей визы, смена статуса со студенческого, в конце концов, получение green card и, в конце концов, гражданства, если вы проживете 5 лет даты выдачи вашей green card. Так что, как я сказала, это не быстрый путь иммиграции, но верный. И в данный момент он самый актуальный. Обращайтесь, я работаю со многими учебными заведениями в США, проведу вас от А до Я, так как я сама прошла этот путь. Так что, обращайтесь. Всем хороших выходных. Пока-пока.